Друзья, будем готовить раков Дай, пожалуйста, буду быть Спешл для нас По кастрюльке водички Литра два нам там раков много не надо Нам чисто поорать Да, чисто поорать Пенному напитку Ну и более-менее чистить Ну так и сделаем Друзья, ну вы видели Вот наловили раков Я показывал Сейчас будем готовить Ночная кухня Нам тут скучно В 11 ночи Этих самых раков будем готовить Поэтому будут раки Добавим сразу соли Друзья Ах, закипело Пахнет Лавровым листом Сейчас мы посмотрим На товарищей доноров Они тут полазились слегка Порезвились Как могли Сейчас немножко Еще сполосил Так, ну главная особенность Когда готовим раков Они всегда должны быть живыми Никакие Вот эти Хоть шли не становятся И тому подобных товарищей Короче, нельзя Готовить, ребят Да Дохлыми Дохлыми Не готовить Дохлыми Это совсем плохо С камерой Примастырь В необычное положение Все покажу Никаких секретов О, шикарно Скажи, что Заметьте Мы готовим Водочки Стоят Да, кстати Друзья Правильно Женя Говорит По этому вопросу Мы на рыбалке Это ночь Это 50 Ну где-то Около 50 километров От Харькова На пруду Мы одни Ну, соответственно Ничего не клюет Да, да Почему мы одни Потому что Ничего не клюет, друзья Ну, рыба была Говорят Да, сейчас мы Возьмем Несколько Энцемпляров Знаете, смотрите Что Как Как поступать По уму Вот этих раков Желательно Конечно Вымывать То есть Брать щеткой Зубную щетку Там Или Специальной Щеткой Ну, в общем Щеткой И вымывать В нашем случае Мы будем выбирать Вот этот грязный рак Он нам не подходит Он живет Пока 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 щетки не будет Вот Это чистый рак Он нам подходит Вода должна кипеть Рак должен Там плавать Все очень просто Ну, а это тоже Донор Подойдет Как бы это Жестоко Не звучало Но только Живые Раки В горячую воду Сейчас Я еще тут Добавлю Наверное Чуть-чуть Огоньку Он уже красный Да Красный Вот этот Подойдет О Чую Тот, что нужен Пойдет Ну, а этот Тоже чистый Сразу решил С собой нескольких Товарищей Захватить В общем Вы поняли Раки Должны быть Живые И желательно Чистые Короче Ну, а мы Должны быть Еще свежее Скажите Проширатить Пиво Сюда Так, пока Прикрою Вместо Лаврового листа Пошла Зелень С водоема Какая-то Зелень С водоема Там уже Нормально Вкуснее будет Наваристей Друзья Наваристей Ну, чисто Так Так Давайте Отпусти Нам чисто Для эксклюзива Чисто Для видео Запечатлеть Как сказать Водоем На котором Мы Нам В принципе Хватит На самом деле Это ни о чем Но нам Подпенный Напиток Будет Самый раз Значит, друзья Смотрите Какие есть Во всем Этом Добре Нюансы Во-первых Не жалеть соли То есть Сколько соли Нужно Из расчета На литр воды Столовая ложка С горкой соли Дальше Тут Должен быть Обязательно Лавровый листик И здесь же Желательно Душистый перец Добавить Кстати Где-то У меня Есть Надо будет Найти И добавить Вот Ну и желательно Там укроп По вкусу Ну укроп Это такое Кому нравится Кому не нравится Для меня Для меня Лавровый лист В самый раз С душистым перцем Дальше Закрываем Вот И Кипятим Ребят Раков Не меньше Чем 20 минут Вот Вот никак Не меньше 20 минут Объясняю Раки Вообще Это товарищи Которые Питаются Там Всякой Падалью Лазят Черт И где Поэтому У них Может быть Соответственно Всякая Ненужная Дрянь Там На всяких Клешнях На панцире И так далее Это все Надо хорошо Выкипятить То есть Рак Не является Готовым После того Как он Покраснел Кипятки Он краснеет Буквально За 3-4 минуты Но это не значит Что рак Готовый То есть Рака Нужно Кипятить Крепко Хорошо 20 минут Вот я считаю Оптимальным 20 минут Все Ну и конечный Результат Вы уже увидите Просто Класс Грузия Ну вот Эти наши Товарищи Варятся Повсплывали Это нормально Кипят Потихонечку Вот со всеми Этими делами Еще им надо Минут 15 Друзья Ну вот Наши раки Уже Кипят Где-то В течении 20 минут Сейчас Что мы там Делаем Помешаем Я их за это время Там пару Тройку Раз Перемешивал Что и Вам рекомендую Сделать В процессе Приготовления Вот сейчас Я их перемешаю В очередной Раз Они у меня Закипят Я их накрою Крышечкой И все Выключу Огонь Все В этом положении В воде Мы их горячими Оставляем Еще где-то Минут на 10 На 15 Чтобы раки Настоялись И собственно говоря Как бы Еще Дали Дали Как бы Дали вкус Вот Взяли свой вкус Некоторым Нравятся Охлажденные раки В этом случае Мы брасоли Вот так вот В кастрюльке Закрытой Закрытой Крышечкой Оставляем На столько Времени Насколько Нужно До полного Остывания Ну кому-то Нравятся Горячими Кому-то Теплыми Кому-то Холодными Мне лично Нравятся Горячими Поэтому Я их Оставлю На 15 Минут Буквально И после Чего Уже Употребим Сорвецующими В общем Короче Съедим Мы их Так друзья Наши раки Настоялись Вот такое Удовольствие Пахнет Да Жека Пахнут Раки Ребята Заметьте Такие травы Такие травы Такие специи Можно найти Только Исключительно На пруду Исключительно Нигде Не продается Друзья Ну такое Счастье У нас Получилось Так что Всем Приятного аппетита